Друзья, добрый день! С вами компания QI Store и сегодня у нас нестандартный тест без мобильного телефона. Сегодня мы показываем вам магнитные беспроводные зарядки, а конкретно их технические характеристики. Ведь множество людей задают нам вопрос, а какая из этих зарядок лучше? У одной крепление к машине не то, у другой крепление к телефону не то, и все по-разному. И что самое главное, перед вами, перед вашим выбором, будут зарядные устройства, которые все магнитные. А для вас нужно понять, что действительно хорошо, что действительно вам подходит, и какая есть особенность в вашем автомобиле, в вашем креплении автомобиля, которое подойдет именно для вас. Давайте попробуем все эти детали выяснить и рассказать вам подробнее о них. Итак, сегодня у нас на обзоре три беспроводных зарядки. Первая это BASIUS, BASIUS Big Airs. Она уже была у нас в обзорах в отдельности. Вторая зарядка это у нас Nielken Car Magnetic. Это уже, получается, третья генерация, потому что первая была, потом вышла вторая версия, а это рестайлинг второй версии, версии Fast Charge. И третий вариант это у нас зарядное устройство от компании TOTU. Он самый новый, самый свежий. TOTU вообще недавно пришла на наш рынок. Это Flying Man Series Magnetic Car Holder. Конкретно 0.17 называется эта модель. Итак, как я вам уже вначале сказал, мы сейчас будем делать видео, которое в BASI своей описывает магнитные зарядки. И, соответственно, в BASI своей это будет тест магнита. Первоначальный тест магнита. И для этого что мы подготовили? У нас есть вот такая вот коробка. Весит она килограмм. Убираем. Вот эту вот вещь мы сейчас будем примагничивать к каждому зарядному устройству. Берем BASIUS. Я его буду просто держать в руке. Цепляем. Поднимает. Держит. Реально держит. Даже вот немножечко так вот трясу. Держит. Вторая версия у нас. Тоту. Берем Тоту. Здесь еще сильнее. А, нет, не сильнее. Смотрите, видите, я качаю и Тоту отсоединяется. И берем третью версию. Нилкин. Я возьму в руки, потому что я уже знаю заведомо результат. И, оп, Нилкин даже не может поднять килограмм. Я не буду, конечно же, находить тот вес, который является оптимальным для того, чтобы Нилкин удержала баночку. Не буду из баночки выкладывать никаких наших специально подготовленных шурупов. Но скажу вам так, что Нилкин этот тест не проходит. Реально не проходит. Дальше. Если сейчас мы с вами тестировали, насколько именно в вертикальном абсолютном положении зарядки могут удержать телефон, то сейчас мы с вами поговорим об особенностях под 45 градусов углом удержания телефона. Или даже, может быть, под 90 градусов, соответственно, полная вертикаль. Вот у зарядки Нилкин есть такая особенность, которая относится к ее минусам. У нее нигде здесь нет прорезиненных каких-то вставок. Соответственно, если у вас есть телефон... А вот у нас есть один телефончик на примере. Если у вас телефон не с каким-то резиновым чехлом, то при вот таком вот положении телефона, даже при том, что у вас здесь будут какие-то металлические проставки специальные, зарядка у вас будет скатываться с зарядного устройства. Вот как раз в этом случае Тоту и Базиус, они более подойдут вам, потому что у Тоту здесь такая большая вот вспененная прорезиненная поверхность. И даже вот эти вот места, где магниты находятся, точно так же прорезиненные. Соответственно, телефон у нас в вертикальном положении более устойчив. От трясок он не будет скатываться. И у Базиса точно так же, если мы уберем защитную пленку, то здесь будет кольцо прорезиненное, которое точно так же удерживает наш телефон более качественно, нежели зарядка Нилкин. Это мы с вами про вертикальный вариант проговорили. А теперь мы с вами еще поговорим про такую вещь, немного отклоняясь от магнитных свойств наших зарядных устройств, таких как пластиночки, которые идут с ними в комплекте. Вот как раз здесь второй вариант теста. Про банки мы с вами рассказали, но ведь сами понимаете, телефоны не удерживаются на зарядных устройствах настолько сильно. Им нужны в помощь специальные пластинки. Вот у зарядного устройства Базис идет такая вот продолговатая пластинка. При этом продолговатая пластинка, как вы видите, не совпадает с круглым контуром самого зарядного устройства. Вроде бы вы можете вот так вот двигать ваш телефон, и это удобно, но площадь соприкосновения контакта, она достаточно маленькая. Соответственно, мощность вот этого удержания, она уже не такая сильная. При этом, если вы еще засунете вот эту вот штучку под чехол, то мощность вообще будет слабой. Соответственно, приобретая зарядное устройство Базис, подумайте о том, чтобы у вас было какое-то дополнительное, может быть, металлическое кольцо, которое вы хотите установить под чехол, чтобы зарядка у вас действительно хорошо держала мобильный телефон. У компании TOTO в комплекте идут вот интересные такие вот пластиночки, у которых есть специальные такие вот металлические вставки. Чем это хорошо? Полная площадь соприкосновения. Как вы видите, вот эта вот пластиночка, она абсолютно совпадает с зарядкой. В этом свои плюсы, свои минусы. Но, соответственно, плюс, если вы кладете вот так вот ровно телефон, то у вас очень хорошее качественное крепление, максимальное этой зарядки. Но если вы будете вот так вот сдвигать, то телефон у вас не примагнитится. Хотя вы видите, считайте, магниты сами находят эти кружки. Я вот только подсоединяю, подношу близко, и они уже сами подхватываются. Соответственно, я бы не сказал, что это минус. Кстати, плюс какой, опять же, вот с этой зарядкой вам дается вот таких вот пластиночки две. Соответственно, если у вас два телефона, либо у вас есть какой-то второй человек, который ездит постоянно в автомобиле, вы можете вдвоем пользоваться этим зарядным устройством. Это, конечно же, большой плюс. А то многие к нам обращаются и говорят, хотелось бы докупить в машину жены или жене в свою машину, допустим, дополнительную пластину. А дополнительных пластин, к сожалению, завод не поставляет. Друзья, а теперь поговорим о том, как именно эти зарядные устройства крепятся в автомобиле. Именно крепеж к самой торпеде, либо к дефлекторам. Тоту. У Тоту есть два варианта крепления в комплекте, объединены в единое целое. Первое, это вот такой двухсторонний скотч, который позволяет прикрепить зарядку к торпеде, либо к какой-то плоской поверхности. И второй вариант, вот так вот мы снимаем, вот такой вот зажим, который создан именно для решеток воздуховода, дефлектора. Причем, как вы можете увидеть, здесь прорези имеют разное расстояние, что дает возможность прикрепить ее к более толстым решеточкам или к более узким решеточкам дефлектора. Посмотрим на второй вариант. Это у нас зарядка Базиус. У Базиуса тоже два крепления в комплекте. Первое, это такое же приспособление для торпеды. А второй вариант, вот уже такой, на откручивающейся детали. Крепление воздуховод. Но здесь, как вы можете видеть, уже вариант только один. Соответственно, подбирать под более толстый вариант или под более узенький вам уже не получится. И третье зарядное устройство, компания Нилкин. Конкретно у нас сейчас вариация Б, у которой достаточно плотный зажим для дефлектора. Мы его вот так вот можем раздвигать, нажимая на кнопку. Второй вариант крепления, это такой же, как у Тоту. И третий вариант крепления, это такой же, как, опять же, у Тоту или у Базиуса скотч. Соответственно, Нилкин вам дает возможность выбрать любое зарядное устройство, которое вам больше нравится, под тот вариант крепления, которое вам больше нравится. Вы не переплачиваете денежных средств за два крепежа, но в то же самое время вы всегда ограничены в одной зарядке выбрать один крепеж. Вот прям должны угадать, что вам больше всего подойдет. И давайте теперь более уже обзорно по трем зарядным устройствам. Субъективно, мнение нашего магазина, что у каждого зарядного устройства есть свой плюс. Вот если говорим про Тоту, здесь, по нашему мнению, самый оптимальный вариант крепления к телефону. Так как у нас идут две пластиночки в комплекте, и как мы уже проверили в начале, крепления магнитов очень плотные. Если мы говорим про Нилкин, это три варианта крепежа. Соответственно, любой вариант, который вы хотите, Нилкин подготовили, все это сделали. И если мы говорим про Базиус, то это самый качественный корпус. Здесь у нас не пластик, а здесь у нас металл. Она очень красиво выглядит в телефонах. Ну и плюс, если мы с вами сейчас говорим о каких-то преимуществах, в общем и целом, Базиус также имеет адаптер питания на борту. Две остальные зарядки имеют только провод в комплекте. Тут уже выбирать, как вам больше нравится. В общем-то, на этом и все. Спасибо, с вами был магазин QI Store. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok